всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня начинаю снимать новый влог как у вас дела напишите как обстановка у нас я так понимаю с каждым разом с каждым днем становится все не очень и не очень мы находимся на третьем месте я думаю многим из новостях смотрели что санкт-петербург занимает третье место по количеству заболевших первое место конечно москва потом московская область потом город санкт-петербург да конечно не очень это не очень позитивные новости я бы так сказала вот у нас собираются закрыть на пропускной режим как москве не знаю когда не знаю что как вообще все это дело будет но пока как то так я сегодня ездила на почту девочки у нас в поселке проводили санитарную обработку не знаю как это выглядело я не видела честно но мы находимся дома я в окна не так часто уж смотрю сижу тут чтобы все это увидеть у нас рядом с почты есть детская площадка так вот эту детскую площадку не то чтобы перекрыли говорят во первых и обработали все вокруг почты там обработали и так далее плюс все вот эти качели все вот эти детские да ну все что там находится вот до обмотали и пленкой и еще все это вот этими лентами красными в общем не провели обработку я когда подъехала к почте и когда вышла из машины я чуть не обалдела честно у нас запах там стоит как будто бы вот как будто я в конюшню приехала причем зашла в конюшню я не знаю это так обработка это пахнет или что я как-то вообще была очень удивлена причем запах такой стоял именно на улице не в помещениях а на улице да конечно что это такое но если это помогает ради бога вот может быть конечно это такое знаете я подумал может совпадение может просто при кто-то закупился скажем так для огорода и привез кучу себе и она просто пахнет так где-то недалеко потому что там рядом с почтой тоже есть жилых дома и ну как то так в общем не знаю но аромат был просто просто ужас какой-то вот а на почту я ездила получила сейчас посылку от компании бак здрав вы знаете эта компания делает различные закваски пребиотики ферменты в общем все такое полезное для нашего организма а также и пробиотическую косметику которая содержит лизат она очень полезно я пробовала их косметику мне на самом деле очень понравилось очень хороша она для кожи нашей и сейчас конечно в таких вот в такой ситуации они стали выпускать еще антисептические жидкости для рук которые содержат 70 процентов спирта что получается больше чем необходимо для того чтобы убивать различные микробы и тому подобное также в этих антисептических жидкостях содержится глицерин и пантенол и они добавили так как они основываются на различных пребиотиках и так далее они добавили еще в эти жидкости лизаты бактерии что нормализует микрофлору но соответственно пантенол глицерин он не пересушивает руки что вообще супер потому что у меня конечно руки сейчас очень пересыхает потому что я все мою все убираю я конечно не паникую но предмеры предосторожности я соблюдаю я все ссылочки оставлю внизу инфобоксе кстати бактерии у них очень классные сейчас все находимся дома и кто из вас еще не делал домашние йогурты и тому подобное сейчас мне кажется как раз таки есть возможность это попробую сделать так что все ссылочки оставлю внизу инфобоксе ну и давайте посмотрим мою посылочку и так вот моя посылочка давайте ее вместе распакуем видите как отлично запечатано вот они кстати очень хорошо все запечатывают открыла я конечно же не с той стороны с которой надо ну да ладно и вот здесь три как раз санитайзером один значит антисептическая жидкость для рук пробиотическая вот такая здесь 100 миллилитров содержит 70 процентный спирт это какой-то классический вариант вот изготовитель кому интересно так давайте состав сразу покажу спирт вода глицерин пантанол лизаты бактерии парфюмерная композиция вот с таким идет дозатором пахнет действительно спиртом и он просто распыляет видите то есть можно обработать например вы что-то получили пришли с магазина и можно вот обработать поверхность здорово пахнет спиртом вот это следующее с ароматом гибискуса тоже отдает спиртом но уже пахнет более приятно чем классическая версия и тоже такой распылитель вот это классно на самом деле потому что санитайзера для рук это здорово но когда есть распылитель вы можете какую-то упаковку например да которые получили обработать это супер также например там я не знаю ручки дверные и тому подобное в машине вот я одну такую конечно же дам мужу ну даже не одну наверное две чтобы она у него была на работе в машине и 2 это с ароматом лаванды и черной смородины сейчас тоже пшикну попробую вот это вообще приятно пахнет тоже есть отдушка спирта но более такая уже вот именно лаванды чем-то таким зелененьким тоже очень приятно состав у нее тоже помимо того еще не будет пересушивать кожу рук потому что кожа рук сейчас конечно из-за того что все моем чистим и так далее очень сильно страдает и в связи с этим конечно же ой конечно же вот такой крем давайте сразу попробуем с вами включилась вот такой вот легенький кремушек очень приятно пахнет девочки чем-то таким я не знаю как конфетками какими-то вот крем для рук и антисептики это просто вот вот в данной ситуации то что доктор прописал так что так что очень вам советую ссылочки вам конечно же оставлю внизу в инфобоксе но вот это вот то что есть вот такой вот дозатор ну вот такой спрей распылитель это вообще огонь вот просто потому что всегда смотришь на эти санитайзеры думаешь как обрабатывать я наливала их обычно в ладони вот так руль там все как бы при старалась протереть а со спрейчиком сразу же огонь ну и плюс там же вы можете заказать различные бактерии закваски косметику все вместе очень 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 здорово на мой взгляд и давайте сразу покажу вам цены на эти жидкости для рук потому что вы меня часто спросите чтобы я показывала я забываю иногда вот стоит они 270 рублей еще хочу показать вам помните я как-то показывала что в океи мужу дали вот такую такие маленькие коробочки там с семенами и у меня взошла редиска причем вся взошла девочки смотрите я думаю чё с ней делать она же в такой маленькой коробочке вот она эта коробка и сюда воткнула вот это торфяная да и мне так жалко стало думаю ну в огород высаживать у нас еще как вы видели снег дожди в общем чего настолько нету да притащила у меня вот такой кашпо здесь обычно цветы у меня на улице стояли но высаживала какие-нибудь однолетки сюда и там осталась земля ну вот и я в общем притащила сюда на балкончик ой на балкончик на окно и посадила ее сюда просто вытащила потому что она там друг на друге и она у меня пошла расти редиска так что у меня на окошке еще помимо прочего вот такой огород надеюсь петуни у меня вообще набирает рост во все и не вот такой цветочек у меня еще есть их 21 вот такой вот совсем у меня такой получается дохленький это взошло было всего пять семян это вот такой вот кабея лазащая смесь окрасок из пяти взошел всего получается два вот один я вы все равно отсадила потому что они нам были рядом и я так понимаю что вот этот забивал вот этого маленького не знаю отойдет начнет расти не начнет посмотрим а вот это вот уже вот такая огромная пошла биться так что потом ее посажу в огород сейчас надо что-нибудь воткнуть чтобы она вилась не падала это вот петуня которая в прошлом влоге показывала она вот у меня все продолжает так расти вот так что еще я теперь на окне выращиваю редиску мы посмотрим потом как она как будет урожай ведь тут уже даже листики дает так что редиску на окне я думаю тоже наверное можно выращивать а я сейчас буду готовить такое блюдо которое на мой взгляд подойдет и на обед и на ужин в общем кому как нравится да это мне будет рыба в горшочках варианты приготовления в горшочках есть еще с мясом с курицам как хотите я буду готовить рыбу значит я уже сюда порезала картошечку от у меня два горшочка нам с мужем как раз хватит у меня было филе форели не филе форели а форель вот на косточке я сняла с нее филе ну так получается лучше чтобы не возиться с когтя костями вообще можно любую рыбу какая у вас есть белая абсолютно любую не обязательно это будет филе можно ну абсолютно вообще любая рыба вот положила я картошечку сюда сейчас я ее немного посолю чуть-чуть вот так вот картошечку саму и дальше сейчас выложу рыбку сверху прямо на картошку так вот выложила рыбку получилось у меня вот так дальше я тоже немножечко я солю совсем чуть-чуть вот главное не пересолить дальше я буду добавлять специи вот у меня есть такая это с сахер я заказывал очень кстати вкусная для морепродуктов рыбы добавляю сюда дальше так у кого-то я по немножечко паприки буду добавлять меня закончился дома черный перец так что да и чуть-чуть вот такого сухого чесночка буду добавлять сюда сверху на рыбку буквально буквально немножко приправа вот этой побольше у меня муж любит когда много приправы так приправы я насыпала я все режу кубиками мне так вот ну нам так больше нравится и дальше обычный лучок выкладываю сверху можно побольше лука можно поменьше но у меня муж не особо любит много лука и морковки сверху мы выкладываем конечно морковочку поэтому я не так много кладу вообще это целый слой должен быть лука и целый слой должен быть морковки но муж еще раз повторюсь меня не любит поэтому делаю так как нравится мужем и дальше я буквально немножко заливаю все это водичкой чтобы даже не покрывала не доходило то есть у меня вон там вот видите немножко водички так и сверху кладем майонез или сметану в моем случае это майонез сметанки мне сейчас доме нет поэтому положила майонез им под конец то есть когда уже блюдо готово нужно посыпать его укропом так получается вкуснее но у меня свежего укропа опять же нет в доме поэтому я вот такой это сахер тоже заказывала очень нравится этот укропчик я сверху посыпала накрываю крышечка если нет крышечки можно фольгой накрыть можно еще сюда черный перец горошком положить будет вкусно но с лавровым листом не как-то не очень понравилось вот и ставим в духовку при температуре 180 градусов на 40-60 минут примерно так надо по готовности картофель осмотреть ну где-то примерно 50 точно у меня стоит обычно и вот такой получается быстро готовится только то что в духовке долго стоит а так само собрать горшочки мне кажется отличный вариант так что кто дома сейчас также как я готовит уже все надоело вот вам один из рецепт вот мы с мужем это будем кушать на обед вот такой вот вот то есть пока у меня это готовится я сейчас сварю обычный супчик с вермишелькой с лапшой лентовская сварю своим деткам она мужу с мужем вот такой будет обед как раз у меня готовы мои горшочки постояли они где-то примерно минут 50 в духовке при 180 градусов и вот такая вот вкуснятина получается очень вкусная аромат это все кстати рыба вот это получилось очень вкусная но в итоге мы сможем съели ее на ужин очень вкусно получилось она немножко утушивается то есть там получается пол горшочка ну и вот этот получается бульон такой почему я говорю что можно на обед я иногда готовлю такой на обед нам с мужем обычно потому что там получается бульон то есть получается что-то такое типа густого супчика но я думаю многие из вас уже готовили такие горшочки только возможно с мясом я делаю с рыбы любую рыбу но лучше филе потому что не нужно ковыряться вот в этих просто ложечкой едите все в этих в костях вот меня также спрашивали как у нас происходит обучение дистанционно но я как тоже об этом говорила на самом деле нормально мы уже настолько привыкли у нас уже и график какой-то определенный кстати у меня всю эту неделю дети днем спят представляете и старший в том числе младший но понятно но у меня правда не всегда днем спит младший вообще вот ну обычно да потому что иногда бывает поздно встает любитель поспать вот а тут они что рано вставали 8 где-то 8 пол девятого в девять и который день вот часик они днем и старше тоже ложится спать мы делаем уроки в основном с утра потом потом они ложатся спать и потом уже играют или бывает если очень много задает уроков мы просто делим то есть чуть-чуть сделали потом пообедали они поспали вот на этой неделе по крайней мере так было а потом уже что-то доделываем вот в принципе у нас как бы вот нет прям нервотрепки с уроками просто потому что бывает такое что он знаете сидит и вот читаем и тема там какую-то и не понимает в таких случаях я просто даю игру иди отдохни погуляй чуть-чуть и там как бы поиграй потом придешь и мы включился что называется котеечка моя пришла моя зайчика ко мне пришло давайте соличка у него песенку такой сладенькая у меня так улечка мы он ко мне пришел ты же сейчас покормила рыбки немножко поел сладкий ну что ты прямо так что на сегодня буду с вами прощаться я надеюсь вам понравилось такое видео она была для вас полезным и интересным не забывайте ссылочки я вам оставила внизу в инфобоксе переходите смотрите оставляйте свои комментарии ставьте пальчики вверх нет очень приятно всех люблю целую до новых встреч